Здравствуйте дорогие друзья! По вашей просьбе мы сегодня будем изготавливать личинку стрекозы. Не конкретно какой-то одной стрекозы. Это будет в большей степени собирательный образ. Значит я взял с удлиненным цевьем из семейства пайковых номер 4. Ну вот я вам сейчас покажу приблизительно вот такие есть крючки, которые продаются. Это Китай-Китай, но качественный с удлиненным цевьем. Поэтому желательно подобрать под ту величину, которую допустим мы будем изготавливать. Наша личинка стрекозы должна быть 2,5 сантиметра, не более. Ну в принципе-то можно и больше, под рыба реагирует. Что нам нужно? Помимо всего прочего, я длительное время смотрел, как изготавливают и другие вязальщики эту нимфу. Но мы решили ее с вами будем изготавливать несколько в упрощенном варианте, так чтобы это было удобно для вас. Что нам понадобится? Пару спичек. Зубочистки не годятся, потому что в крайнем случае можно. Потому что мы тело будем расширять по бокам за счет спички. И если мы будем круглое с круглым соединять, очень маленькая площадь соприкосновения и будут прокручиваться наши материалы. Давайте мы начнем, а я буду потом уже все рассказывать. Для начала я промазываю цевьё клеем. Клей, как обычно я вам говорю, я использую вот такой. Это гелевый клей. Можно помазать лаком. Как вам будет удобно. Но так, чтобы допустим наша нитка могла уже более качественно закрепиться и не скользить по цевью. Нить где-то порядка 6.0. Значит, проматываю. Считайте, вот по всему надо закрепить цевью, не доходя немножечко до колечка. И до почти самого-самого загиба. Нам понадобится еще с вами как кусковой свинец. Можно, допустим, обойтись и обыкновенной проволокой, медной. То есть, все, что можно будет заменить, я в процессе вязания буду вам уже рассказывать. Желательно так, чтобы мы могли вот хорошо, без, конечно, фанатизма, положить хороший слой подложки, который уже будем крепить в дальнейшем наш материал. Что дальше? Вот у меня есть спичка. Но для начала мы должны с вами четко разграничить. Вот где у меня находится в данный момент нитка и от начала загиба. Вот это будет у нас все тело нашей личинки. Здесь вот половина оставшегося нашего места мы опять должны поделить пополам до колечка. Здесь будет голова и опять же небольшое наше вот такое туловище, которое с лапками. Если брать по пропорциям, приблизительно 2 третьих должно у нас быть тело, а остальное у нас должно быть уже изготовлено грудка, голова. Беру мои спички. Что я делаю? Подбираю так, чтобы они более-менее были подходящие по толщине. Бокорезами. Вот небольшой вот такой вот кусочек стараюсь откусить, чтобы была вот такая у меня ступенечка. На одной и на второй спичке. Желательно так, чтобы они были у нас близки по духу. Примеряем эту нашу спичку и прикладываем так, чтобы было вам видно. Сейчас я даже разверну больше вот так. Чтобы было видно до начала загиба. Приложили. И самое первое, самое основное, это мы должны вот подхватить. Значит, что мы формируем? Тело мы должны с вами формировать так, чтобы оно находилось, ну, несколько выше нашего цевья. То есть, сама точка, где мы с вами крепим нашу спичку, она должна быть выше уровня. Видите, за подлецом моя спичка стоит и выступает вот так вот небольшим бортиком. Теперь, чтобы мне было более удобно и более качественно работать, я переворачиваю и уже с этой стороны поддерживаю спичку. Откусываю, сколько мне необходимо. Откусили, убрали. Значит, у нас получается так, что мы должны с вами более удлиненное тело сформировать к заду. Вот такое оно должно быть. И ближе уже к грудке уже должна у нас сформироваться утолщение на конусе. Подобрали. Теперь я, чтобы не на крючке, убираю еще кусочек. Желательно так, чтобы они у нас, ну, были похожи. Также придерживаем здесь и подхватываем. Немножко-немножко вот стараемся так, чтобы наши спички не наезжали. Одна на одну. Это немножко трудно, но можно использовать, я уже в переписке личной, вот ампулки, можно трубки, кембрики, вот все что угодно. Но, учитывая уже, я их несколько перепробовал, как лучше, допустим, связать. И такой вот самый более подходящий вариант, это вот использую наши спички. Они не намокнут у нас, они у нас будут здесь находиться уже как бы в коконе из нитки и все хорошо проклеены. И получается так, что у нас не проскальзывает ни свинец, ни наше тело. Как вы смогли заметить, вот я вам еще раз переверну, поправляем, не стесняемся, обязательно поправляем. Как вы видите, нижняя часть у меня западлицо. Для чего я это делаю? Чтобы у меня крючок переворачивался и шел сжалом вверх. Чтобы он у меня не был такой цепляйкой, как обычно, крючок якорем сразу пошел. Теперь нам остается найти небольшой кусочек, вот такой я подобрал по толщине, по ширине, листовой свинец, откусил. И мы должны с вами его здесь же, сейчас подкрепить сверху, чтобы создать вот такую выпуклость. Выбираем вот эту длину, какая нам необходима. И я вас хочу попросить вот об одном, чтобы вы знали. Если этого нет, можно заменить, допустим, взять дробинку, взять еще что-нибудь. Ну, то есть, можно найти подходящий кусочек свинца с листового. Если у вас имеется, допустим, в прутке, можно сложить и уже сделать потом прутком. Теперь что я делаю? Я обильно, именно вот обильно смазываю теперь все моим клеем. Нижнюю часть, так, чтобы вот все у меня оно было буквально залито. И теперь мы с вами должны все это хорошо подровнять ниткой. Следим за тем, чтобы у меня, у нас не уходило ни влево, ни вправо спички. Ну, как вы видите, мы дали подхватить нашему клею. И теперь уже начинаем все это создавать вот такой из нитки кокон. Я сделаю, и потом мы с вами дальше уже продолжим по материалам. Немножечко подхватился наш клей. Мы с вами подровняли. И я вот такими вот плоскогубцами, без насечек, приплюснул вот таким вот образом всю нашу конструкцию сверху. Для того, чтобы не было вот у нас этой объемности вверх. Теперь я взял кусочек свинца и подготовил его, раскатал. Как вы видите, здесь вот он тоньше, потом более толще. Здесь доходит до своего диаметра 1 мм. Для чего? Чтобы не было у нас большого нагромождения, как я уже говорил. Здесь у нас более тонкая должна быть часть. И дальше мы уже с вами должны этот свинец закрепить ровненько по всему нашему телу. Если у вас есть медная проволока, пожалуйста, это все можно делать медной проволокой. Теперь вот вы видите, мои витки пошли ровненько, так как я и говорил, чтобы было тоньше. И дальше уже идет вот толще, идет то утолщение, которое нам нужно в центре. Теперь нам необходимо, чтобы не было у нас вот дальше опять вот этого утолщения. Поэтому я опять беру вот утконосиками, так как мы с вами не сможем угадать вот то количество, которое нужно. И я уже по месту вот такими вот движениями его расплющиваю. И опять его доматываем. Вот как в моем варианте, если у вас не хватило длины свинца, это не страшно. Главное, что у нас его уже достаточное количество. Форму мы не нарушили с вами, все у нас соответствует. Что мы делаем? Опять я беру после намотки свои утконосики и уже по месту опять придаю свинцу форму. Да, она долгоиграющая, но этого она стоит. И теперь ответственный момент. Мы должны с вами хорошо промазать опять нашим клеем, так, чтобы между виточками это все прошло. И уже ниткой мы должны сформировать кокон. Вот то тело, которое мы с вами в дальнейшем будем уже изготавливать нашей личинки. Старикозы. Все годится. Все. Теперь нам остается только лишь, используя вот нитку, которую, будем говорить, немножко не так жалко. И должны мы хорошо уже все это промотать. Чем качественнее будет проклеена наша и промотана конструкция, тем лучше будет она у нас служить. При вытаскивании из рыбы не будет проворачивания на цевье. Мы с вами теперь закончим эту конструкцию и уже потом дальше продолжим фильм. Как вы видите, мы подготовили тело. Я закрепил глазки. Глазки мы изготавливаем. Вот у меня была такая вот достаточно толстая, больше миллиметра леска. Можно бусинки, как вам будет удобно. Нитку я взял уже другую черную. Так как мы будем формировать с вами еще тело из даббинга. И подходим к тому моменту, чтобы вы уже для себя конкретно осознали. Изготавливать ее можно несколькими вариантами. Но я буду изготавливать из того варианта, что в принципе-то у вас есть и один и второй. Вот это была у меня медицинская перчатка, которую я использую регулярно в своей работе. Но учитывая то, что это резина, вы сами прекрасно понимаете, что длительное время она работать у нас не сможет. Так как резина преет. Но учитывая то, что мы это все будем вскрывать лаком, нам она более-менее подходит. Закрепили вот такую полосочку. Можно шире, но не уже. Неудобно потом будет работать. Закрепили эту полосочку. В идеале, конечно, было бы, если бы у нас или у вас имелся вот такой материал. Это уже конкретно тот материал, который достаточно нужно использовать для изготовления этого тела. Есть они, вот продаются всевозможных оттенков, цветов у фирмы Хэнс. Но он не настолько, вот как вы можете заметить, у меня есть и черный. Он по толщине, ну, несколько может быть толще, чем наша медицинская перчатка. Вот этот достаточно хороший материал. Он гораздо дороже, но, учитывая этим, с ним гораздо легче работать. Можно потом уже не проматывать нам ни леской, ни проволокой, ни сегментировать тело. Сразу можно создать сегменты из вот такого материала. Продолжаем дальше. Учитывая то, что нам необходимо продавливать наше тело, нам еще с вами понадобится леска. Леска у меня где-то порядка 0,12-0,14 по своей толщине. Можете брать 0,18-0,2. Здесь уже при изготовлении этого тела не столь существенно. Но учитывая то, что сегментацию мы должны выполнять из-за какого-то определенного места, нам необходимо вот даббингом, сейчас мы все тело с вами будем проматывать. Для того, чтобы мы могли потом, намотав нашу перчатку, продавить хорошо тело. И начинаю я вот тоненько-тоненько, вот насколько вот, допустим, у нас позволяет сам материал это все сделать. И буквально вот от начала загиба, сколько мы с вами промотали, я потом уже только лишь креплю леску. Выберите сами слева, справа, сверху, это уже не имеет большого значения, просто мы ее подхватываем, она у нас никуда в дальнейшем не денется. Теперь, что касается нитки. Леску мы оставляем внизу, монофил наш. И убираем в сторону. Нить, если вы сможете вот заметить по камере, она стрейчевая. Поэтому здесь я специально такую взял, чтобы не промазывать мне клеем, потому что два разных клея, желательно их здесь не использовать. Можно промазать еще здесь клеем, и потом только лишь использовать даббинг. И даббинг может быть любой. Вот я скажу честно, это я вычесываю своего кота. И насколько вот тонко мы с вами сможем сформировать даббинговую нить, мы маленькими-маленькими вот такими кусочками берем и формируем. Желательно, чем качественнее мы изготовим, тем лучше у нас выйдет наше тело. Учитывая то, что тело у нас объемное, придется два, три, вот сколько нам нужно будет, столько мы будем нашу даббинговую нить каждый раз формировать. Приблизительно вот такой толщины. И уже здесь, начиная вот от нашего места крепления лески, мы начинаем с вами аккуратненько формировать из даббинга тело. Опять, чтобы подкручиваем, чтобы он у нас не распушивался. И, как вы уже поняли, мы должны с вами из вот такого даббинга сформировать тело. Но мы с вами, друзья мои, должны дойти вот до этого места. Здесь у нас уже наше тело заканчивается, и мы должны вот на этом кусочке формировать грудку. Поэтому я это все сделаю, и мы потом с вами уже дальше продолжим. Вот мы сделали такое тело. Теперь я беру, увлажняю пальцы, чтобы вот эта вся ворса, которая у нас образовалась, нам не мешала. Я слегка ее приглаживаю, так как нежелательно, чтобы она выступала у нас после нашей обмотки. Теперь есть несколько вариантов изготовления. Вот можно было вместо этой нашей резинки закрепить, вырезать вот по форме такой вот чехлик сверху. И также потом продавить, оставить низ, который есть из даббинга. То есть вариантов изготовления бесконечное множество есть. Вы для себя можете выбрать тот, который вот вам удобен. Теперь я беру нашу резинку. Мы следим за тем, чтобы вот у нас не было захвата наших волос. И с небольшим вот таким натяжечкой стараемся перекрывать наше тело нашей обмоткой. Все. И вот дальше теперь, как я уже сказал, ближе мы к центру. Берем и хорошо в натяжечку. Не стесняемся, формируем наше тело. Если имеется другого цвета, не обязательно белое, можно использовать и другого цвета. Значит, мы с вами здесь промотали, как вы видите, немножечко залезли. Это не страшно. Но мы вернемся с вами здесь, промотаем потом опять тело. Что мы делаем дальше? Нам необходимо опять закрепить нить и закрепить нашу резинку. Если вам по какой-либо причине, вот, или мало длины перчатки, можно в обратную сторону два раза пройти, потому что мы с вами будем продавливать тело и количество намотанного. Желательно, чтобы не было скомканности материалов. Берем теперь, сделаем здесь узелочек, чтобы наша нить не убежала. Нитка называется, если так правильно, для вязания, шитья. Это меланж, вот она, видите, как становится. А так она подтягивается. То есть, я ее иногда использую, когда необходимо хорошо держать не даббинг. И теперь я беру мою леску и начинаю уже продавливать вот по тем местам, где мы с вами делали обмоточку. Формируем наше тело. Если бы не было у нас даббинга, мы, допустим, с вами бы уже не смогли продавить и изготовить вот такое тело. Поэтому даббинг мы используем. Только лишь для этого. Убираем волоски, которые пытаются тут к нам залезть. Значит, как я уже говорил, длина тела должна у нас закончиться вот здесь, где я подмотал леску. Но мы с вами вернемся, поэтому я ее дохожу до уровня моей груди. Перекидываем, хорошо промотаем в одном месте, чтобы леска не убежала. И теперь нам необходимо выполнить одну такую немножечко хитрую операцию. Мы берем теперь зажигалку и вот все волоски, которые вот у нас имеются, и как вы видите, вот торчат, мы должны с вами пройти по телу и удалить все, чтобы нам не мешало. Сделали. Теперь берем фломастер черный. Можно темно-коричневый, так как мы уже с вами вот решим и хорошо-хорошо с вами промазываем, прокрашиваем нашу резиночку. Если у вас имеется черный лак, вот как у меня, то это не страшно, но желательно, чтобы было прокрашено, так как лак может потом со временем отслаиваться от нашей резины. А это нам позволяет хорошо сохранить. Ну, у нас, конечно, долгоиграющая эта нимфа, но она этого оправдывает. Ловит достаточно хорошо, практически сейчас в лунке. Это вот окунь на нее хорошо реагирует. Величина ее может быть вот такая большая, как у меня, или же до двух сантиметров, так как вам будет удобно. Следите за своей кормовой базой. Вообще, сама по себе личинка стрекозы бывает практически и больше пяти сантиметров. Но в наших краях она два с половиной, три, три с половиной сантиметра от меня попадалась. Вот больше уже ее не было. Все. Наш, вот немножко я так прокрасил, камера, конечно, с освещением дает значительно больше. Теперь я беру лак и начинаю промазывать, чтобы у меня потом не мешало в моей работе дальнейшей было изготовлено тело. Лак, вот фирмы я использую Хэнс, но какие у вас имеются другой лак, конечно, для ногтей не годится. Поэтому, чтобы вы были в курсе дела, желательно использовать тот лак, который используется для изготовления мушек. Ну и вам, в принципе, это все понятно. Вот таким вот образом мы должны хорошо прокрасить и лак неоднократно нанести, должен подсохнуть. И потом мы с вами дальше продолжим. Вот, как вы видите, у нас уже лак подхватился. Еще, конечно, рано, но я вас предупреждал, что это у нас долгоиграющее. Я подготовил вот такие зачатки крыльев. Как несложно догадаться, вот тоже все под руками. Это из боксов, которые для дисков при штамповке упаковочки. И там всегда остается вот такой полиэтилен, который годится. Можно использовать и вот такой полиэтилен, но должно быть достаточно жестким. Немножко для удобства крепления я подмотал даббинга. И вот, как мы говорили, разбили с вами место, я креплю эти зачаточки. Остатки лишние мы с вами аккуратненько удаляем. И хорошо проматываем нашей ниткой. Теперь нам необходимо для нашей грудки закрепить верхний чехлик. Верхний чехлик я буду делать, можно из вот этого полиэтилена, который я вам показывал. Но он несколько грубый, не годится, скажу вам сразу. Лучше, конечно, использовать, если у вас имеются вот такие стречевые или полиэтилен, который я обычно использую упаковочный, такой более мягкий. Для этих дел закрепим сразу здесь аккуратненько. Стараемся еще не навредить нашему лаку, который подсыхает. Ширину желательно подобрать так, чтобы ее было нам достаточно. Слегка подтянули, перепроверимся, годится. Все устраивает. Так, и теперь, вот, очень много возникает вопросов у вас. Лапки. Вдруг у меня Сергей изготавливал, брал перо фазана, говорит, что достаточно жесткое и не всегда удобно изготовить лапки. Многие делают из биотов. Я, допустим, взял вот такое перо индюка. Здесь у меня биоты находятся, а здесь обыкновенное такое для мокрых разных мушек более подходящее перо. Это из домашнего индюка, не покупное, как вы видите, вот индюк, который вырос в деревне. И с помощью вот таких манипуляций я изготовил лапки. Эти лапки мы с вами потом сможем спокойненько подкрасить и сделать так, как нам более удобно. Учитывая то, что у нашей личинки лапы достаточно длинные, я подготовил вот такой вариант, чтобы была у меня первая назад. Вот считайте почти как у кузнечика. Лишнее мы с вами потом подрежем, чтобы нам не мешало. И обязательно вот все потом узелочки и все-все-все, что нам нужно, мы вскроем лаком, буквально капельку лака для того, чтобы наши лапки служили дольше. И как вы видите, я креплю вот так по бокам, потом мы им форму все придадим, но сразу направляем их назад, и чтобы было желательно вдоль вот тела. Вот так. Лишнее пока я не отрезаю, хорошо проматываем. До глазок удаляем, чтобы нам не мешало. И нам теперь понадобится, опять же, этот дабинг, который мы использовали в самом начале, так же мы его используем и сейчас. Теперь я не промазываю ни клеем, ничем. Почему? Потому что здесь еще у нас сама нитка хорошо держит. Она стрейчевая, меланж. И плюс к тому же с дабингом. Поэтому берем, вот, проматываем. Но обязательно следим, чтобы у нас осталась вот эта конусность до самой головы. Добавляем ровно столько, сколько нам нужно дабинга. Значит, следим за тем, чтобы не было у нас вот бугров. Лишнее желательно подкручивать, удалять. Все, мы закрепили. Снизу у меня достаточно хорошо прикрыто. Мы еще потом пройдем с вами между лапок. Очень даже желательно. Блестки я не добавляю, потому что можно использовать и с наборов всевозможные дабинги. Но мы делаем все из натурального, так, как вы просили. Оставили. Переходим ко второй паре лапок. Те же самые лапки, все точно так же, как я вот говорю, подготовил 6 пар лап. Но единственное, мы теперь будем их крепить, чтобы они у меня были не вдоль тела, а вот больше вертикально. Вот так. Лишнее, друзья, мы с вами обязательно все удалим. следим обязательно, так, чтобы соответствовала длина лапок. Задние мы еще обязательно с вами будем подгибать, поэтому аккуратненько крепим все лапки. подтянули, вот сколько нам необходимо, закрепили. Перепроверимся по длине и уже окончательно с вами будем крепить. вот, как вы видите, у меня длина приблизительно одинаково, меня вполне все устраивает. Удаляем ножничками вот эти остатки, которые нам мешают. Опять берем даббинг и опять проматываем. Вот, как вы видите, я закрепил и передние лапки, и промотал еще немножечко даббингом, так, чтобы мы запрятали прохождение нитки. Теперь, что нам необходимо. Аккуратненько я беру, подтягиваю глазком свою пленку и стараемся аккуратно, чтобы ширина у нас большая, чтобы мы сильно пленку вот приблизительно вот так, чтобы она выглядела, сильно ее не поджимали. Лапки, конечно, нам мешают, но мы их делаем. Теперь перевожу пленочку вперед. Возле колечка вот так мы подхватываем и для удобства крепления я опять переламываю свою пленку назад за глазки и уже будем крепить. Держим ее на тяжечку и уже будем крепить окончательно вот здесь. Значит, головка у нас сама по себе должна быть выделяющейся, поэтому вот все остальное мы удаляем в натяжечку. Наш ластик должна выйти приблизительно вот такая конструкция. Но не все у нашей личинки стрекозы должно быть черным, поэтому я возьму коричневый фломастер, чтобы у меня немножечко чехлик как бы выделялся он с точечками там и зеленые и немножечко другого оттенка должны быть. А вот голова должна быть у нас конечно больше черной. У личинки нашей стрекозы должны быть усы. Значит, что мы делаем? Как я вам уже показывал, вот у меня имеется перышко индюка. Оно не совсем, честно вам скажу, вот все эти биоты годятся для тех изготовления мушек, которые мы обычно всегда изготавливаем, вот веснянку и всех остальных. Но учитывая то, что мы это должны изготовить в домашних условиях, мы должны использовать вот все, что у нас есть под руками. И здесь я у колечка стараюсь вот совсем, совсем, совсем вот так вот немножечко в натяжечку подхватили один ус. Можно сразу удалить, чтобы нам не мешал аккуратненько, так, чтобы наши лапки не пострадали. Берем другой биот и также возле нашего края колечка мы это все должны с вами друзья закрепить. Следим за тем, чтобы длина наших усов соответствовала и в то же время был необходимый у нас загиб. Значит, я обычно всегда, когда изготавливаю, я потом все равно это все подрезаю и делаю их несколько короче. поэтому если у вас по каким-либо причинам вот выйдут как у меня несколько длиннее, это не страшно. Теперь что мы делаем? Мы должны теперь аккуратно вот здесь все это промотать, ниткой сформировать, так как Сергей спрашивал у меня, вот нашу голову, сделать завершающий узел, подкрасим лапки. Обязательно вот на все вот эти вот узелочки нужно капнуть капельку лака, чтобы у нас достаточно крепкими были для поклевок. Ну и в то же время у нас наши лапки должны быть вот как вы видите достаточно гибкими и удобными. Давайте мы ее оккультурим и с вами потом продолжим. вот друзья мои мы с вами сделали вот такое чудо-юдо. Я специально взял линейку, чтобы показать вам, что она не более как вы видите трех сантиметров вся ее длина. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, как вам будет удобно. лапки я еще не подгибал, потому что до конца еще нужно, чтобы подсохло клей все и лапки мы можем еще придать еще им значение. Но учитывая то, что вот лапки наши имеют достаточную и жесткость и в то же время вот подвижность, как вы видите, рыбу это не будет настораживать и достаточно удобно и хорошо будет рыбачить. Пробуйте, друзья, мои, экспериментируйте, как вам будет удобно, так и изготавливайте. Будут у вас вопросы, обращайтесь. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.